Да, 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 да От 25 сентября в Лондоне Состоится одна из самых громких событий в профессиональном боксе за долгое время Ведь на ринге встретятся две суперзвезды бокса в лице британца Энтони Джошуа и украинца Александра Усика В преддверии этого мега-поединка многие фанаты почему-то забывают, насколько серьезным соперником является британец Который за свою карьеру уничтожил практически каждого своего оппонента Настоящая машина для нокаутов И в этом выпуске мы бы хотели вам показать пять раз, когда Энтони Джошуа шокировал мир бокса своей чудовищной силой Дабы вы полностью понимали, какая опасность ожидает Александра в предстоящем поединке Также мы затронем немного биографию британца и много других интересных фактов Так что обязательно смотрите это видео до конца Будет интересно Поехали Итак, друзья, прежде чем приступить непосредственно к уничтожениям от британца Давайте постараемся немного получше узнать нашего героя Ведь Энтони Джошуа это не просто двухметровая гора мышц, которая разносит всех и вся Ну или почти всех и вся Это в первую очередь прекрасный боксер, сумевший в 2012 году так же, как и Александр завоевать золотую олимпийскую медаль Игр Лондона Показав свой высоченный под стать своему росту класс Интересным фактом является то, что Джошуа начал заниматься боксом лишь в 18 лет То есть очень и очень поздно И всего лишь за пятилетний промежуток он от 18-летнего юнца смог дойти до золотой олимпийской медали То есть отворить практически невозможно Конечно, такой талант не могли упустить промоутеры И Эдди Хирну удалось как-то говорить восходящую звезду сотрудничать именно с ним В чем, собственно, наш герой так же не прогадался Ведь под чутким руководством британского промоутера Энтони удалось за короткий промежуток времени дойти до самого высшего эталона профессионального бокса Талант британца трудно было спорить Он с ростом в 2 метра и с весом под 110 килограмм чистых сухих мышц Одним только взглядом селяет страх в своих оппонентов Однако тут дело далеко не в мышцах Несмотря на свой весьма короткий стаж Энтони умудрился как-то быстро о свою технику И по сей день продолжает ее оттачивать в геометрической прогрессии Особенно это было заметно по последним его выступлениям Про нокаутирующую силу, я думаю, бесполезно вам рассказывать Послужной список бойца говорит сам за себя Однако вы сюда пришли за кровью и зрелищем Поэтому давайте я вам покажу 5 раз, когда Энтони Джошуа шокировал мир бокса своей мощью На пятом месте у нас занимает бой против бразильского боксера по имени Рафаэль Зумбана Данная встреча являлась 12-й по счету для британца И он красиво отправил спать соперника на второй трехминутке Легкая работа Чемпионский путь для Энтони Джошуа начался с его поединка против дерзкого Чарльза Мартина в апреле 2016 года Американец являлся на тот момент чемпионом по версии IBF И решился провести свою первую защиту титула на родине Эйджея И задумка по итогу оказалась не самой удачной для чемпиона Ведь Джошуа уничтожил Чарльза уже во втором раунде На третьем месте поединок Эйджея против дерзкого британца Дилана Уайта С которым наш сегодняшний герой имел старые счеты Ведь однажды еще на любительском ринге Уайт нанес ему обидное поражение И поэтому страсти были как никогда на колене И знаете, это сказалось на Джошуа Ведь он умудрился чуть ли не просрать односторонний поединок Который он вел во втором раунде Но характером Джошуа никогда не был обделен Сумев восстановить свои силы, ему удалось остановить соперника В седьмом раунде в брутальной манере Агрессивный стиль бывшего чемпиона мира из России Александра Поветкина Заставила нашего героя также нехило поволноваться в сентябре 2018 года Энтони было очень сложно привыкнуть к оппоненту Который, несмотря на свой весьма солидный возраст А также уступку в габаритах смог пару раз достать соперника Да так, что умудрился разбить ему нос Однако обсет длился недолго Джошуа не в первый раз доказывает свои адаптивные способности В седьмом раунде после четкого попадания Джошуа Россиянин оказывается на полу Далее идет символическое добивание И рефери спасает бывшего чемпиона Доткнулся на жесточайший удар Вот он И увидел Гошуа А дальше еще один В каком состоянии? В каком состоянии? Да, в двойку какую пропустил Ну и на первом месте, конечно же, поединок с легендарным украинцем Владимиром Кличко Не зря народная мудрость гласит следующее Для того, чтобы стать королем, ты обязательно должен одолеть короля А Владимир, хоть и на момент встречи с Джошуа Проиграл Тайсону Фьюри Его все же считали одним из лучших, если не лучшим тяжом нашей эры Поэтому данная встреча, когда молодой лев пытался убрать с престола старого льва Вызвал такой бурный ажиотаж По итогу бой получился на заглядение С переменным успехом действовали оба боксера Но первый иногда он пришелся на пятый раунд в пользу брюк танца В шестом раунде уже Энтони Джошуа оказывается на полу После чудовищного удара Владимира Кличко Ну и развязочка пришлась на одиннадцатый раунд Когда Джошуа сумел поймать соперника с жесточенным апперкотом После которого украинец уже не смог полностью восстановиться По итогу Эйджей одержал самую большую победу в своей карьере И стал новым негласным королем супертяжелого дивизиона Несмотря на свой богатый послужной список Британский боксер не сомневается в том Что предстоящий поединок с Александром Усиком Станет для него самым тяжелым испытанием в карьере Конечно Усик самый тяжелый соперник на все 100% Он отлично двигается Поэтому для боя с таким соперником очень важна концентрация Готовлю себя к 12 раундам Мне важно пробивать комбинации в 4 удара А не бить одиночными Сейчас я провожу спарринги по 15 раундов Мне важно хорошо подготовиться к бою с Усиком Это ключевой момент Я не буду торопиться Буду боксировать умно Чтобы по итогу нокаутировать его Ну а я напомню вам друзья Что до мега поединка остается всего ничего Буквально месяц Бойцы вовсю готовятся 25 сентября Показать все свои навыки, приобретенные с самого начала По их пути в боксе На кону же стоит практически все Победитель станет негласным королем Самого элитного дивизиона И скорее всего подерется за звание абсолютного чемпиона Стайсоном Фьюри Нам же остается только ждать И пожелать бойцам обойтись без травм А кого видите вы фаворитом в этом противостоянии Можете написать в комментариях Нам будет интересно с вами подискутировать На этом все Подписывайтесь на канал Обязательно ставьте лайки И не забывайте нажать на колокольчик Вы были на канале Халифтеве До скорой встречи Субтитры создавал DimaTorzok